Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ, как вы помните, состоит он из двух частей. Вторая – бизнес-класс. Собственно, непосредственно мы этим сейчас и займемся. Итак, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. И я с удовольствием представляю свою гостью. Ну и давайте сначала тему мы с вами озвучим. Мы сегодня будем о частных детских садах. Ну и дальше я добавляю, как способ заработать денег все-таки, как сфера бизнеса. Хотя моя гостья все-таки не совсем с этим согласна, но свою точку зрения она озвучит. Чуть позже я представлю сегодня в студии бизнес-класса Елена Игнатьева, соучредитель частного детского сада «Китсестейт». Добрый день, Елена. Добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе. Я напомню вам, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Ну и начиная разговор, Лен, традиционно все-таки мне хотелось бы услышать, как сложилась ваша жизнь таким образом, что сейчас вы соучредитель частного детского сада. Хороший вопрос, на самом деле, очень простой. Детскому, нашему детскому саду, детскому клубу, детскому центру, как кому угодно называть. Давайте одно какое-то определение для нас с вами пока выберем, чтобы понимать друг друга. Как мы будем называть частный, детский? Формальный детский сад, конечно, но мы привыкли себя называть детский клуб, потому что именно с таким названием мы образовались вот уже 10 лет назад. Давайте так и будем называть. Да, детский клуб «Китсестейт». Вот этой осенью мы в конце октября празднуем десятилетие нашего клуба. То есть мы накануне юбилея. Мы накануне очень серьезного юбилея. Поздравлять заранее, наверное, не очень? Не надо. Не надо, хорошо. Ну мы в конце октября тогда вам напишем поздравительное письмо обязательно. Просто не думаю, что 10 лет назад я могла предположить, что и через 10 лет «Китсестейт» будет существовать. Почему так? Не знаю, как-то так далеко не смотрели. Решали какие-то текущие задачи. Были текущие вот желания, такие порывы. И вот из порывов, в общем-то… Давайте по порядку, Лена, если не сложно. Мне очень интересуются порывы, потому что потом, знаете, как проходит время, да, человек добивается чего-то и начинаем говорить, а как ты к этому пришел? Да вот я что-то шел мимо, подумал, а может быть… Представляете, вот ни от чего, ни с чего, и потом вот такой результат. Поэтому о порывах поподробнее. Что за порывы-то были? О порывах поподробнее. Моему сыну старшему на тот момент было 3,5 года. Вот, конечно. Был он такой не самый комфортный ребенок, каких сейчас… Комфортный для вас или для окружающих? Для окружающих. То есть не коммуниками, для педагогов, да. То есть приведешь его в садик, а он там вон что? Приведешь его в садик, а… ну да, а он там вон что. И в общем… И потом жалуются. Не сильно его хотели. Таких детей на самом деле не так мало. Абсолютно согласен. А более того, я вам хочу сказать, а для чего этот садик-то нужен? Чтобы дети с ранних лет вот как раз получали эти навыки коммуникабельности, коммуницировали, да, находили общий язык, может быть, даже самостоятельно, ну или под руководством каких-то педагогов. Ну, для разных целей. Ну, хорошо. То есть у каждого свои задачи. Здесь я, да, не буду просто отвечать. Ну, в общем, была я со своим ребенком, которого не хотели другие педагоги. Я, не будучи педагогом, решила что-то сделать для него с подачи, ну вот, при поддержке, в общем-то, близких. У меня была подруга, у которой на тот момент было двое детей. Вот мы так… Такого же возраста примерно, да? Старшая дочка такого же возраста, они сейчас, к слову, с моим сыном в одном классе учатся, в восьмом абсолютно два блестящих ребенка и девочки. Это тот вариант, когда мы знакомы с детского сада. Да, мы знакомы с пеленок. С пеленок, да. Они знакомы с пеленок. Но они дружат? Они общаются, безусловно, да. В одном классе, конечно, как же им не общаться. У подруги был еще второй ребенок. Ну и, в общем, что-то мы так собрались и решили сделать детский центр. Но не просто детский центр, а с языками. То есть изначально стояла задача, чтобы дети с малого возраста изучали языки с носителями языка в такой естественной среде. И на тот момент мы сделали детский клуб. Через два года родители к нам пришли и просили, что вот девочки, девочки, что у вас такой замечательный клуб, дети так хорошо. Детям здесь хорошо, они там уже что-то там понимают и говорят на языке. Но мы хотим отдать детей в сад. Сделайте сад, у вас получится. Мы очень боялись, потому что, ну вот, такого порыва на тот момент не было. Ну, в общем, так нас поуговаривали, мы посели, порассуждали и сделали небольшой, совсем маленький детский сад. То есть давайте вернемся чуть раньше. Два года назад, да, когда детский клуб... Через два года. Нет, нет, а мы отмотаем еще раз на начало. Два года назад, да, когда детский клуб появился, то есть он выглядел как, как некое, ну, дошкольное учреждение, что ли такое, да, когда к вам детей приводят на пару, на тройку часов. На три часа. На три часа, да, вы с ними занимаетесь, ну, в основном, да, я так понимаю, языками. Откуда, кстати, тоже это страсть к языкам? Страсть к языкам, ну, вот, как-то так сложилось. Вот у моей подруги, с которой мы это делали, у нее вообще страсть к языкам, она такой, можно даже сказать, полиглот. Очень интересуется языками, серьезно, и я бы сказала, даже профессионально. Самое интересное, что ни у нее, ни у меня нет ни педагогического, ни лингвистического образования. Мы когда-то познакомились много-много лет назад, будучи студентками Лондонской школы экономики. Ну, ничего себе. Да, и... Но здесь ключевое слово лондонской. Ключевое слово, что, да, это, в общем-то, как ни странно, мы получили там, сами того не понимая, азы вот этого бизнес-образования, которое мне, безусловно, пригодило. Вот, подруга интересовалась языками, повторюсь, и она, в общем-то, с этим условием и шла, что вот, чтобы были языки. Я сказала, ну, окей, так, в общем, интересы совпали, и мы начали все это делать. Не сильно надеялись, там вкладывали свои деньги, в общем, поскольку передача о бизнесе сразу же, не сильно надеялись на какую-то прибыль. Поначалу ее, прямо скажу, и не было. Ну, я так понимаю, изначально это, может быть, это и бизнесом не выглядело, потому что там был ваш ребенок, там были дети вашей подруги. Ну, может быть, еще там пару знакомых троечку. А вы знаете, бизнес начинается, вот, вроде бы между собойчик, а на самом деле бизнес начинается с каких-то задач, которые ты перед собой ставишь, которые в дальнейшем, вот, ставить эти задачи, ты вынужден нести какую-то ответственность. И сразу сформировался коллектив, да, и ты унесешь ответственность перед этим коллективом. Конечно. Сразу сформировался круг клиентов, которые тебе доверяют, и ты отнесешь ответственность перед ними. И это не было бизнесом с финансовой точки зрения, но это было бизнесом вот с точки зрения таких вот, я несу ответственность перед этими людьми, и я не могу это бросить, это серьезно, я вынужден это развивать, и я уже там. и в этом смысле это как ребенок которого ты там родил создал и все уже это навсегда во всяком случае сейчас вот это именно так и воспринимается ну в общем через два года сделали детский сад очень маленькие потом он так рос развивался такой был рост внутренне что тоже немаловажно потому что мы это уже было не 3 до часа ежедневно этой формате детского сада было формате детского сада со сном с питанием с прогулкой с грамотно выстроенным режимом и в общем и тут я же говорю что мы учились в процессе жизни быть и педагогами воспитателями и решать бизнес задачи сейчас это большой сад реально большой сад большой по площади до в котором находится или по количеству большой по площади по количеству детей у нас в саду 60 детей помимо этого еще есть много разных групп и языковых групп у нас 8 и надо понимать что это как языковые группы из язык это восемь разных языков это восемь разных групп детей изучающих язык в режиме по два часа несколько раз в неделю с носителями много работает иностранцев педагогов вы нужно вас прервать сейчас большую паузу сделаем послушаем новости на финам фм а потом продолжим итак друзья продолжаем эфир бизнес-класс на финам фм мы сегодня обсуждаем замечательную на мой взгляд тему частные детские сады как некая некая сфера бизнеса да все таки как возможность заработать денег пока вопрос после этой фразы в гостях у меня елена игнатьева соучредитель частного детского садика kids estate и мы его договорились называть клубом детский клуб как изначально мы его назвали кстати если говорить о формальности кто ну не юридических формальности хотя там тоже есть некие коллизии в принципе клуб отличается от садика но безусловно детский сад вот в том в том статусе в каком мы находимся сейчас это образовательные учреждения с лицензией образовательные учреждения не может осуществлять увы коммерческую деятельность поэтому как клуб мы могли заниматься чем угодно как сад мы занимаемся ну вот какими вот такой форме в такой организационной форме мы не имеем права потому что мы должны все заработанные средства вкладывать в развитие. Ну, вот что мы, в общем-то, и делаем. Развиваемся во все стороны. Это здорово. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира, телефон нашей студии, телефон 6510996, код Москвы 495. Уважаемые слушатели, вы можете позвонить, задать вопрос Елене. И, соответственно, адрес, электронный адрес сайта финам.фм. Продолжим. Продолжим. Все-таки о бизнесе, да, мы говорим о бизнесе. Нелегкий этот бизнес, да, создать и тем более развивать детский. Ну, наверное, подчеркну слово детский, детский клуб, детский сад. Ну, такой социальный бизнес. Ну, как бы... Так и есть. Так оно и есть. Давайте поговорим о тех людях, которые с вами. Ведь я знаю, вы за эфиром не рассказывали, что многие уже годами, да, годами рядом. То есть это действительно какие-то очень близкие люди или просто это профессионалы с большой буквы. Ну, то, что мы вместе с человеком, который мы организовали этот бизнес, я могу назвать ее имя. Конечно. Это Юлия Зеликман, моя коллега, соратник, в общем-то, близкий человек во всех смыслах. До сих пор вместе. Это удивительно и здорово, да, но с нами еще наша команда, те люди, которые с нами работают, и многие из них с нами тоже 10 лет. И это тоже удивительно. Тоже вот как бы сложно представить, там, 10, 8, но даже... Удивительно с точки зрения, что нелегкое дело, да, нелегкое... Да нет, не в этом смысле. Что мы по-прежнему вместе, что мы по-прежнему работаем, что мы находим какие-то интересные стороны и вызовы в этой работе. И нам всем интересно... Нам интересно работать, и в конце концов, в женском коллективе, в основном в женском, что мы все и не переругались, или даже если что-то происходило, то, что мы по-прежнему вместе. Это здорово, я вот честно могу сказать. Это что-то уже... Это стало чем-то больше, чем просто бизнес. Абсолютно в этом уверенно. Ну, учитывая, что, да, о десятилетии мы говорили, это уже часть жизни. Часть жизни большая. Это ее такой значительный этап, конечно. Да, да, да. А люди, о которых вы говорите, они педагоги профессиональные? Педагоги. Педагоги очень сильная команда. Все педагоги порой даже там с не одним высшим образованием. А на ваш взгляд... Учились, учились в течение этих 10 лет, продолжали учиться и развиваться, и получать высшее образование. В общем, действительно, на глазах прошли там этапы жизни каждого человека, кто ученик этой команды. А сейчас уже команда реально большая. Вот на ваш взгляд, в принципе, этим делом обязательно педагог должен заниматься? Как администратор? Нет. Посмотрите на нас. Я считаю, что мы вполне успешны. Может быть, даже не будут... То, что мы не являемся педагогиками, дает нам какую-то ширину... Взгляда. Взгляда, видения процесса. Поэтому нет. Хотя, конечно, приходилось какие-то вещи узнавать, изучать, опираться на грамотных людей. Ну, вы, в свою очередь, как администратор, да? Условно говоря, представим ситуацию, когда вы закрываете какую-то вакансию, у вас образовалась вакансия, и вы ищете специалиста на эту вакансию, вы будете обращаться исключительно к педагогам, или это может быть просто хороший человек? Да нет. Хотя это не профессия, как известно. Хороший человек не профессия. Ну, конечно, на каждую конкретную вакансию я беру человека с определенным образованием. Профессиональным. Профессиональным образованием, опытом работы и так далее. Ну, то есть, наверное, на нянечку я могу взять кого-то, ну, когда нянечка просто хороший человек, это здорово, этого уже достаточно. А педагоги, люди с педагогическим образованием и с таким, в общем-то, с послуженным списком определенным. Хотя воспитатели предпочитаем брать молодых. Вот у нас команда воспитателей, это молодые люди. Люди. Девушки. 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 А почему так? А вот такая динамичная какая-то сложилась структура, а потом мы на самом деле в своей работе по большому счету рушим какие-то стереотипы. И человек, когда приходит взрослый со своими стереотипами, ментальностью, ему просто сложно вжиться в сложившуюся систему. У нас очень необычный сад, это действительно двуязычный сад. Много иностранцев, много иностранных детей. Вот в этом году уже количество детей, которые не говорящих... То есть у нас в саду звучит 10 языков разных. Одновременно. Да, одновременно. Это здорово. Я представляю, представляете, детский сад. Дети, они шумят обычно, кричат, бегают. И в принципе сложно в какой-то момент понять. Но это при этом они на одном языке. А еще не 10 языков, как говорят. Супер вообще. Так здорово. Здорово. Но они маленькие. Как правило, приходят маленькие дети. И 2,5-3 года некоторые вообще не говорят. Поэтому как-то же мы с ними объясняемся. Не препятствие. Не является это препятствием. А почему 10 языков? Так сложило. Это не перегруз? Нет, это статистика. Но если нам ведут детей англичан, фран... Ну то есть вот европейских у нас представлено 7 национальностей. Ну там самые разные. Я всех перечислять не буду. Поэтому что мы скажем? Нет. Если ребенок чуть-чуть понимает славянский язык, или там у него была русская няня, и он понимает какие-то базовые слова. Дети быстро очень обучаются языкам. В этом вся фишка. Главное вот создать им условия естественные, погрузить их в язык. И они быстро обучаются. Почему нам действительно успешно удается обучать, скажем все-таки слово, обучать английскому языку? На выходе замечательные совершенно результаты у русскоговорящих детей, которые живут в русской среде, с русскими родителями. Потому что мы создаем естественные условия для этого, понимая все особенности развития детей в этом возрасте. То есть делаем процесс обучения не процессом обучения, а вот очень физиологичным. Для маленького ребенка это важно. Вообще для любого, любое обучение маленького ребенка, особенно дошкольника, должно учитывать вот это вот, должно быть естественным и физиологичным. И тогда мы имеем возможность избежать перегрузок. Потому что я уверена, этот вопрос будет звучать с вашей стороны. Мне его очень часто задают, как детей всему-всему научить, и чтобы он не перегрузился. Ну вот как-то это надо грамотно делать. Хорошо, давайте об этом мы естественно поговорим, но попозже. А сейчас, вот фраза мне ваша понравилась, то есть на выходе замечательный результат. Как это выглядит? То есть приходит к вам ребенок, ну наверняка, не то что владеющий английским языком, к примеру, а иногда действительно в два с половиной года, в три года дети мало разговаривают. Мы с полуторагодовалыми. Тем более, тем более, там вообще требований никаких не предъявишь. Вот условно говоря, привели вам ребенка в полутора года, и выпускной какой у вас год, какой курс? Перед школой. Перед школой, то есть шесть лет, да? Выпускной. Шесть половина, семь, да. Ну вот шесть лет он в садике в вашем, шесть, пять, пять, шесть лет в садике. Ну четыре, пять, четыре, пять, в среднем так получается. Три года. Кто-то три года. Если даже привели ребенка в пять лет, это не значит, что он не заговорит по-английски. Заговорит. Логично. У нас заговорит. Вот я хотел добавить, да. Как это? Не знаешь, научим, да? Не хочешь, заставим. Это примерно так, видимо, да? Ну нет. Ну конечно нет. Как раз таки нет. Я шучу. Ну только вот этот замечательный вариант на выходе, как он выглядит. То есть ребенок бегло, я не знаю, там разговаривает, читает, пишет по-английски. Знает песенку, стишок. Писать он совершенно не должен, потому что он и по-русски-то писать не должен. Ну еще рано ему будет. Песенки, стишки звучат постоянно, потому что ритмической форме детям гораздо легче учить. Елена, спасибо. Прервемся, мы послушаем рубрику, а потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим эфир. Бизнес-класс на Финнам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Елена Игнатьева, соучредитель частного детского сада Китсестейт. Мы говорим как раз на эту тему, может ли детский сад служить некой сферой для бизнеса. Напомню еще раз, телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании Финнам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, Лена, продолжим. И, собственно, вы мне сами уже мячик бросили. Это действительно проблемы не возникает у детей прежде всего. Ну и далее, как говорится, у их родителей после этого, да, с тем, что, ну, сложная, да, наверное, с чьей-то точки зрения сложная образовательная программа, большая нагрузка, да, и так далее и тому подобное. Ну, со стороны родителей я бы сказала, что наоборот запрос, как можно больше, больше, больше всего детям давать. И почему-то все считают, что это надо делать в дошкольном возрасте. То есть родители безжалостные какие-то, да? Родители в последнее время немножко подобрели, как-то так снизили, ну, я беру средний уровень, да, какой-то снизили вот эту планку свои требования. А в чем, вот на ваш взгляд, да, в чем желание родителя, тем более в дошкольном возрасте, максимально своего ребенка вот нагрузить, перегрузить? Ну, это желание, наверное, ребенка сделать успешным в жизни. И представление, что он успешным будет в том случае, если он будет знать все, как можно раньше, и вот это, и вот это, и вот это. Вопрос, хорошо ли это для ребенка, согласен ли ребенок. Ну, согласие ведь никто не спрашивает в этом случае. Никто не спрашивает, но ребенок, в общем-то, он регулирует эти, он регулирует это своим поведением, своим здоровьем, какими-то такими моментами. Поэтому к этому надо быть очень чутким. Что мы делаем в саду? Понятно, что есть некий социальный запрос, и коммерческий сад, в отличие от государственного, не может не отвечать на социальный запрос, иначе просто не получится коммерческого сада, да. А в чем он запрос, если можно сформулировать? Как можно больше всего вложить в ребенка. Как можно больше всего вложить в ребенка. Мы отвечаем на это так, да, мы за развитие, за всестороннее, но оно должно быть гармоничным. То есть это должно быть не только интеллектуальное развитие, но и физическое, и психическое, и социальное. И мы стараемся все вот эти вот требования у нас в саду, в общем-то, чтобы все эти требования соблюдались. И здесь залог всего, на самом деле рецепт очень простой, залог это правильный режим дня постоянный, потому что в правильном режиме, в правильном ритме, который проживает ребенок изо дня в день, секрет его здоровья. Поэтому после больших нагрузок должна быть продолжительная прогулка, должен быть сон, должно быть полноценное питание. И что мы еще стараемся делать? Поскольку, в общем-то, у нас обучение ведется на двух языках, и я уже говорила, что на английском в такой же степени, как и на русском, то мы стараемся просто синхронизировать эти программы. То есть чтобы ребенок плавно перетекал, ну то есть ребенок изучает, вернее, учится, обучается всему через погружение. И вот чтобы он погрузился в какую-то тему, пусть это проходит вот сквозной такой красной нитью через весь учебный процесс, через весь образовательный процесс. Это очень такая работа, ну, как бы координационная работа наших методистов и психолога. И, в принципе, мы тем самым снижаем нагрузку на детей, которая большая. Ну, то есть опять возвращаясь к вашему разговору о том, что все должно быть естественно для ребенка, естественно. Да, создавая естественную среду. Я правильно понимаю, что вот в течение дня ребенок занимается чем-то самостоятельно или под руководством педагога, и он порой и не замечает, да, вот это мероприятие, условно говоря, по-русски прошло, а следующее по-английски, а потом опять по-русски, а потом опять... Ну, как же он может не замечать? Конечно, он замечает. Конечно, они прекрасно понимают, что сейчас английский, потому что на английском приходят прекрасные англичане. Молодые, веселые, очень приятные. И с ними можно говорить только на английском. Они приносят всегда какие-то интересные сюрпризы, игры, и это происходит на английском. Но плюс, чтобы не создалось впечатление, потому что у многих взрослых вот такая фраза «обучение в игровой форме». На самом деле за этим очень много что стоит, потому что на каждом уроке стоят... Это не так просто это, да? Да нет, конечно. Как звучит в игровой форме, давайте попрыгаем, и вот мы, значит, чему-то думаем. Ну, нет, конечно, потому что всегда стоят цели, задачи, всегда существует там поминутный план урока, и чтобы это сделать естественным, физиологичным, интересным и так далее, за этим стоит очень большая работа. Вот как раз занимается этим наш английский департамент, ну и русские занятия проходят точно так же. Плюс у нас есть интересные очень фишки, вот если речь о нашем клубе, у нас есть йога, которую ведут педагоги английского, и это английский через физические действия, когда мы задействуем не только мозг, да, но... Ну, как бы мозг, в любом случае, не только память, которая вот... Подскажите. Мы задействуем моторную память, то есть память всего тела. Ну, мышечную, моторную, да-да-да. Очень много творческих работ, когда тоже задействуется, там вот дети вырезают, клеят, рисуют, тоже задействуется моторная память. И решая задачи педагогические, ну, то есть развитие моторики — это педагогическая задача, да, мы ее делаем в рамках всего учебного процесса. Развитие памяти тоже, развитие внимания тоже, концентрация и так далее. То есть решая, в общем-то, весь комплекс педагогических задач, мы ребенка обучаем языку, развиваем его физически и не даем ему, в общем-то, вот... Позволяем ему оставаться ребенком, чтобы даем ему время на игру, чтобы дети свободно играли, общались. То есть свободная игра — очень важный момент для развития детей. В общем, вот стараемся, чтобы все было гармонично и грамотно. И вот за этой вот естественностью стоит большая работа. Вот. Ну, интересно. Все гениально просто. Все гениально просто, да. Хорошо. Лен, важный момент тоже, да, мы начали о нем говорить по поводу социального, ну, не заказа, да, а некой социальной задачи, которая перед вами стоит. А если говорить о том, стоит ли такая задача перед муниципальными детскими образованиями? Ну, социальная задача в плане развития детей, да? Да, 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 да. Ну, в муниципальный сад родитель, наверное, не придет и не скажет, дайте моему ребенку всего побольше и сразу, да, потому что там есть программы спущенные сверху, в общем-то, ну, в лучшем случае какие-то, наверное, платные кружки. Если честно, у меня очень небогатый опыт общения с муниципальными садами, прямо-таки минимальный. Вот, но в муниципальных садах же намного проще в каком смысле? Перед нами стоит, вот как перед бизнесом, да, целый комплекс задач. Нам нужно, мы сделали некую услугу, нам ее нужно, там, создать условия для этого, продать, продвинуть на рынке и так далее. Конкуренция среди частных садов, она, в общем-то, тоже имеет место быть, да, хотя это не так, чтобы особо бизнес, но, тем не менее, частных садов много. Перед муниципальными таких задач не стоит. К ним записали ребенка по соответствии с местом жительства, но вот они работают с теми детьми, которые есть. Если ребенок какой-то сложно не вписывается в рамки этого сада, но они скажут, идите в коррекционный сад. Это тоже, к нам очень много приходят детей, от которых отказались в муниципальных садах. Мы работаем со всеми, мы работаем со всеми. Это, ну, во-первых, мы не можем себе позволить там вести отбор детей, да это и неправильно, это негуманно. Это вот моя личная установка, еще 10 лет назад сформулированная для сада, который делали, вот мы, да, сейчас, да, что мы работаем со всеми детьми, вот насколько можем. И для нас нет неудобных, для нас нет таких там гиперактивных, непослушных. Вот как-то мы научились с ними работать, и дети расцветают на глазах. Поэтому сложно мне сравнивать нас с муниципальными садами, но учитывая тот фактор, что в муниципальных садах они либо бесплатные, либо цена там относительно частного садика весьма условна, да. Наверное, то, что люди, есть еще большой достаточно круг людей, которые предпочитают частные сады муниципальным, но о чем-то это говорит. То есть мы изначально не в равных условиях. Да, ну то есть вот как раз об этом, да, и мы давайте с вами поговорим, существует конкуренция, ну, в любом бизнесе, да, и, соответственно, в вашем наверняка тоже. И я так понимаю, не совсем корректно, тем не менее, да, было бы вопрос таким образом формулировать, есть ли конкуренция между частным, да, и муниципальным садом, потому что изначально вы как-то... Ну, конкуренция, это когда, если в чистом виде понимать конкуренцию, в таком, в экономическом виде, это когда игроки играют на рынке по равным условиям. Изначально ведь у нас условия неравные, да, мы вынуждены сами финансировать все, вот все, абсолютно все. И за это платят родители, безусловно, да. То есть в случае с муниципальными или государственными садами за это платят город или государство или ведомственные ведомства и так далее. У нас платят родители, поэтому, в общем-то, все расходы учитываются. А поддержки какой-то со стороны государства не бывает в принципе, да? Не бывает в принципе, более того, ну, то есть вот, смотрите, мы платим аренду, зарплату, у нас нет никаких льгот по налогам, вообще никаких льгот. Мы сами должны ежегодно, то есть, ну, естественно, там, питание детей, все методические материалы, обучение сотрудников, все хозяйственные расходы, ремонты. Это все наши затраты, правильно? Плюс мы должны сами за свой счет проводить регулярные всякие там лабораторные исследования, которые требует Роспотребнадзор. И мы... То есть я хотел... Мы должны это делать... А проверяющих такое же количество... Нет, 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 я проверяющие это отдельно. Мы должны это делать, но за это надо платить, чтобы пришли государственные инспекторы и это сделали. То есть мы платим и за это тоже, забавно, правда? Да, да, звучит очень хорошо. Вот, при этом организация некоммерческая, подчеркну. Все образовательные учреждения в России это некоммерческие организации или учреждения в коммерческой форме, они существовать не могут, иначе не получат лицензию. Поскольку мы являемся лицензированным предприятием, соответственно, вот делайте выводы. Парадоксы. Бизнес весьма условен, если говорить о бизнесе. Понятно. Ну, ладно. Продолжая разговор о конкуренции, ну, даже и не столько, да, может быть, о конкуренции, сколько о том, насколько востребована эта услуга сейчас на рынке, да, в России, в Москве. Примеры есть еще частных подобных организаций? Много, много, много. И очень много садов частных, все больше их, по-моему, становится. Мы как-то сконцентрированы больше на себе, сильно так по сторонам не смотрим. Я думаю, что много садов. Нет, ну, сильно по сторонам, с одной стороны, да, заставляет смотреть любопытство, а с другой стороны, вы как все же... А почему-то не любопытно. Вот как-то сконцентрированы. Нет, не любопытно. Мы сконцентрированы на внутреннем своем развитии. И я считаю, что это правильно. Это вот нам помогает быть тем, кем мы стали. помогло стать, потому что ну чего оглядываться по сторонам, но один придумал это, другой придумал это. У нас есть свои задачи, да, вот мы сделали, наша задача это воспитание детей на двух языках. У нас слоган нашего детского сада «Познаем мир на двух языках». Вот, поэтому, ну чего нам оглядываться по сторонам? Не, ну вот опять-таки, Лена, один придумал это, второй придумал это, а почему нам вот эту придумку не применить, да, и в нашей работе? Потому что она нам показалась нам интересной, полезной, и она... Но это же не сфера каких-то новых технологий. Про детская, про физиологию детей, про психологию детей все уже известно. И, как правило, всякие такие новаторские вещи, я вот к ним отношусь очень осторожно, потому что... Ну вот даже вспомни... Именно потому что с детьми это связано. Конечно, это надо очень аккуратно все делать. То есть мы исходим из... Основной принцип — это здравый смысл. Не надо, главное, не навредить. Это вот я говорю всегда всем родителям, что... Вот какие бы задачи вы перед собой... Во-первых, вот вы хотите там чего-то... Что-то получить от своего ребенка или что-то увидеть на выходе. Задайте себе вопрос, зачем? Зачем вы это? Зачем это нужно? Почему именно сейчас в этом возрасте? А второй вопрос... Второй принцип — это не навредить. Не навредите ребенку, потому что дети совершенно прекрасны в том смысле, что они информацию достают из воздуха. Они... У них... Нельзя погубить их природное любопытство и любознательность, которая двигатель всего, всему. Потому что... Ну взять ребенка и взрослого. Нас интересует вот так вот все вокруг, как ребенка. Ему все интересно. Он интегрирован в этот мир. Он в нем, внутри. Поэтому он так развивается. И давить на него не нужно. Ни в коем случае. Лен, еще раз прервемся. Новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня мы обсуждаем частные детские сады, как некую сферу бизнеса. У меня в гостях Елена Игнатьева, соучредитель частного детского сада Kids Estate. Трефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Лен, в начале как раз мы с вами выбирали, да, правильный термин для вашего садика, да, сад, клуб или центр. Ну, опять-таки, если не вдаваться в юридические какие-то тонкости, вот с профессиональной точки зрения, они отличаются набором опций, да, что называется, набором услуг? Ну, опять же, сад, это садом или образовательным учреждением может себя называть организацией, у которой есть лицензия. Вот только в этом. Ну, как мне кажется, это вот мое мнение, да, мы стали смело себя называть садом, когда получили эту пресловутую лицензию, теперь мы можем заниматься свободно дошкольным, дополнительным образованием и спокойно реагировать на все вызовы, всех проверок. Вот. А вызовы только от проверок? Кстати, вы хотели, да? Кстати, родители никогда не интересовал вопрос, есть ли у вас лицензия. Вообще, с первого дня. Вот люди просто приходили, видимо, смотрели на нас, верили нам, отдавали своих детей, платили немалые деньги и не задавались этим вопросом. А это секрет? Какие немалые они платят? Ну, каждый год по-разному. В общем-то, скажем так, что садик, который находится в центре, в самом центре Москвы, где работают иностранные педагоги и английского очень-очень много, то есть это затратная часть, безусловно, да? Он по определению не может быть дешевым. Он не может быть дешевым, просто потому, что все затраты складываются вот по пунктам, да? Кстати, я вот задавала себе вопрос, а сколько стоит содержание ребенка в государственном детском саду? Вот уверяю вас, что не меньше, чем в частном. Просто вопрос, кто оплачивает. Он платит, да. Для кого, я хотел спросить. Оплачивает государство. Родитель приходит, он платит сколько там, тысячу, полторы в месяц, да? И, наверное... Ну да, сейчас повышают эту цену там где-то до трех, где-то там в каких-то регионах. Вы помните, да, была там целая волна. Как же так повышают плату за детский сад? А кто должен платить за детский сад? Это сложная задача, потому что платят фактически, платят государство, соответственно, налогоплательщики, да, в Москве детские сады, они очень... Требования к постройке новых детских садов очень-очень высокие. То есть, например, даже нам, вот мы получали лицензии, мы все эти требования прекрасно знаем. Это требования к размеру помещений, прежде всего, да, к набору услуг, к тому, чтобы... Ну, то есть должна быть в групповой не меньше там двух с половиной метров на ребенка, должна быть спальня, должно быть место, где дети играют, кушают, занимаются спортом, музыкальный зал и так далее, и так далее, и так далее. А для вновь строящихся садов это должен быть там бассейн, вопрос, кому он нужен, да, вот в сфере там инфекции, которые передаются, это очень сложный вопрос. Сколько все это стоит в содержании? Закрытая информация. Вот вы не найдете ответ на этот вопрос нигде. Но я думаю, что не дешевле, чем в частных садах, потому что мы считаем расходы, мы считаем каждую копейку. Ну, я к тому, что как минимум вы-то знаете ответ на этот вопрос, правильно? Я знаю, я предполагаю, да. Потому что все это через ваши руки проходит. Да, да, да. Я расходы свои мониторю каждый день. Потому что надо, ну, надо на этом рынке как-то, в общем-то, выглядеть достойно. И не очень дорого, и в то же время очень презентабельно. Вот вернемся, да, к, ну, такому занятному, мне показалось, да, факту. Родители приходят, они никогда не интересуются, ну, вы говорите, не спрашивали у вас ни лицензии, ни какие-то, да, юридические документы. Хотя, ну, наверное, да, я прихожу к ребенку, прихожу в детский садик, да, чтобы ребенка своего отдать, ну, поинтересоваться, что здесь за люди-то. Они на что обращают внимание? А вы знаете, мы очень открыты. У нас, мы первые годы вообще работали в режиме, мы для себя эту установку тоже создали, что мы работаем в режиме открытых уроков. У нас даже все двери были прозрачные. То есть родитель видел, что происходит. И это очень сильно, как бы, ну, вот, вселяет в родителя такое доверие к тому, вот, к процессу, да, вот, куда ты отдаешь ребенка. Если ты можешь в любой момент прийти и посмотреть, это... А это правильно вообще уже с точки зрения непосредственно функционирования детского сада, что родитель в любой момент может прийти и посмотреть? Это сложно, но правильно ли это? Я считаю, что правильно. Это момент открытости. Это гораздо правильнее, чем сейчас в садах устанавливают камеры, которые там подсматривают за тем, что вот от камер, когда нам приходят и говорят, а вот в каких-то садах есть камера, вот, кстати, ваш вопрос, а посмотреть вокруг. Категорически вот я никогда не буду ни за кем подсматривать, потому что те люди, которые... Ну, вот, я доверяю, вот, у нас работают такие люди, которым мы доверяем. Вот этот момент доверия, это сквозной вопрос. Вот я доверяю своим педагогам, потому что вот каждому конкретному человеку доверяю. И поэтому подсматривать... Камера, которая установлена где-то в помещении внутри детского сада, у нее задача, наверное, не подсматривать за кем-то, а просто, чтобы всегда можно было мониторить, что там происходит. Это же дети, в конце концов, нет? Или именно с помощью камеры контролируется процесс сам, да, и вы смотрите... Я не знаю, что делают люди с помощью камеры, но мне было бы некомфортно находиться в помещении, в котором все время бы работала камера, направленная на меня. И я вот как бы... Не делай другим то, чего не хочешь себе, правильно? Я, ну, как бы... Это очень некомфортно для людей работать, когда за тобой постоянно могут каждую минуту смотреть. Поэтому, а вот смотреть на учебный процесс, смотреть на то, как происходят все режимные моменты в саду, как дети, что дети едят, как они гуляют, вот как их одевают. Вот это открытость, это нечто иное, чем подсматривать, правда? Ну, на мой взгляд. Ну, конечно. Поэтому в этом смысле родители видели, что... Видят, и сейчас имеют возможность видеть, что происходит, поэтому... Я вспоминаю, просто у меня маленький когда был сынишка, я представляю, если вот я или мама появилась бы, да, в середине рабочего дня, и он, не дай бог, меня бы заметил, то это было бы уже... Ну, это другой момент, понятно, да, это для ребенка. Понятно, что присутствие родителя в группе всегда это просто нагрузка дополнительная на ребенка, такой отвлекающий фактор. Но если маме важно посмотреть, или папе, или бабушке важно посмотреть, что происходит, мы даем такую возможность. Понятно, что проходной дом у нас мы не устраиваем, но родитель должен быть спокоен. Он должен быть спокоен. Хорошо, Лен, расскажите о планах ваших, потому что вы, как человек творческий, ну и как бизнесмен, бизнесвумен, наверняка планки строите. Видите, несмотря на то, что, вспоминаю начало нашего эфира, да, вы говорили, я как-то случайно, да, подумал о том, а почему бы вот планы, планы есть, ближайшие, среднесрочные? Планы есть, да. Как-то случайно, опять же, вопрос случайно. Я, отматывая пленку назад, вот, этапы развития, да, я думала, вот как вот мы развивались. В начале раз, и получилось, что вроде бы начали так все между собойчик, да, потом оказалось, что сделали прекрасную качественную услугу. Потом вдруг через несколько лет поняли, что сделали хороший бренд. А сейчас я хочу сделать из этого сада хороший бизнес. Ну, вот, такой бизнес, который можно тиражировать, развиваться. То есть мы, над чем мы сейчас работаем? Ну, во-первых, два с половиной года назад мы въехали в новое, большое, это не новое помещение, в смысле новое, это исторический центр. Ну, не новострой, да, понятно. Да, это для нас новое помещение, которое в три раза больше того, что было первоначально, и мы вот в последнее время осваивали это помещение. Очень опасались, что не сможем набрать достаточно клиентов. Вот просто... Нет, ну это проблема, потому что... Нет, это произошло вот каким-то взрывом. Вот действительно люди приходили, приходили, приходили. Сарафанное радио работает прекрасно, и поэтому помещение заполнено до отказа. А можно сказать, что у вас там еще и очередь стоит? Очереди не стоит, но... Текущего. Да, в конце текущего года, поэтому это очень показательно. Сейчас мест в саду нет, то есть о чем-то это говорит. Вот, набираем только детей, которые приходят новенькие, это вот как раз языковые группы, дети полтора-два года, это всегда вновь набираемые группы, и они в течение сентября-октября набираются. Вот в эти группы мы детей берем, в сад заполнен, можно сказать, даже переполнен. Да. Ну, помещение не пустое, как минимум. Помещение не пустое, это здорово. В прошлом году мы открыли прекрасную студию мюзикла, и это тоже происходит на английском, это очередное для меня откровение, думаю. Вот когда я видела наш первый спектакль, два спектакля было поставлено за год, второй был вообще Пиноккио, когда дети не только выступали на английском, они говорили, то есть выступали, пели на английском, танцевали, они сами делали кукол, они водили куклы. Это я не могу представить, я не могу понять, как это можно сделать с детьми дошкольного возраста, вот такие у нас появились люди в коллективе. Поэтому мы развиваем сейчас это направление. Ну и думаем, в общем-то, об открытии еще одного садика, потому что сейчас вот нас очень обнадеживает тот факт, как быстро мы освоились в новом большом для нас доме, поэтому думаем и об этом. Планов много. Думаем о дополнительных кружках, ну вот откроем, скажем. Ну, с точки зрения расширения бизнеса, да, вы планируете открывать новый сад, да, вы говорите, в другом помещении, да? Да, в другом помещении. Это будет уже дополнительная еще одна площадка, а насчет франчайзинга, например, да, ну как тиражирование собственного бренда, такие мысли есть? Думаем, думаем. Да, у нас за последнее время тоже очень большую работу сделали, в каком смысле, в плане обучения детей все годы нарабатывался большой материал, вот за последний год мы его смогли систематизировать, описать, и вдруг оказалось, опять же, вдруг, вот такой вот глобальной задачи не ставилось, но, конечно, она ставилась, но не стратегически, а вот скорее тактически, что мы написали прекрасную программу обучения детей, очень продуманную, очень глубокую, очень системную, обучение детей дошкольного возраста английскому языку, и это язык не как иностранный идет, а скорее даже как второй язык, то есть это очень серьезная программа, этим занимается как раз моя коллега Юлия, и очень сильно, очень увлечена этим процессом, поэтому, да, возможно, в этом направлении мы могли бы думать уже о франчайзинге, потому что программа действительно хороша, хороша, потому что я этим непосредственно не занималась, но и оцениваю этот процесс со стороны, и даю самую высокую оценку вот просто своей коллеге, соучредителям, так что понятно, понятно, Лена, спасибо. Приятно все время делать что-то новое и, в общем-то, как-то удивлять друг друга. Ну что, собственно, да, вам удается до сих пор делать, я так понимаю. Да, да, да. Это здорово. Спасибо огромное, спасибо, Лена, что вы нашли время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в бизнес-классе была Елена Игнатьева, соучредитель частного детского садика Kids Estate. Мы говорили, собственно, о бизнесе как некой сфере, да, можно и в этом смысле, да, бизнесменом быть и развиваться, что тоже очень важно. Спасибо еще раз за то, что вы были с нами. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего вам хорошего. Как всегда, услышимся завтра, успехов в бизнесе. До свидания.